Ну что, ребята, продолжаем веселье Продолжаем веселье Последний день праздника, можно сказать Сегодня, как ни странно, Никита не первый Никита последнее время был рекордсменом По первому сообщению в чате Сегодня Хаосин опередил Привет, Аркаша Здорово, Зорг Здорово, Данди Привет, Леша Вор сегодня в начале стрима Это хороший знак, кстати, Вор Когда лучший друг в начале стрима заходит Это значит, что все будет хорошо Когда-нибудь Короче, продолжаем Вчерашние посиделки После небольшой паузы Первое, что у нас сегодня запланировано Это Вторая часть Супер Бомбермена На Супер Фомикоме Интересно мне разобраться с этой франшизой На Снессе Еще раз напомню На Снессе выходило три части То есть В Европе В Америке У меня совсем тихо А вот В Японии вышло Аж целых пять частей Только вторая играется Не в коопе То, что я сейчас попробую пройти По сюжету Пять инопланетных Захватчиков Бомберменов Решили покорить Землю Они объединили свои усилия Бомбермен узнает об этом Решает им противостоять Такая завязка второй части Виталя привет А вот и Никита, кстати Вообще напряжненькая вторая часть На самом деле Кстати, Леш Хорошо тоже, что Обозначил свое присутствие В последнее время Что-то на Ютубе Какие-то обмороки Заходят Не знаю Может правда Популярность Сказывается Не сказать, что я Какой-то там Крутой стример Заметил такую тенденцию Что в последнее время На Ютубе Какие-то токсичные Ребята стали заходить Так что, Леш Мне твоя помощь Как обычно Может понадобиться Даже если будешь Бойцом невидимого фронта Ничего страшного Я все пойму Смотри Я, может, иногда Кричать буду Так, ну первый уровень Ничего особенного Вообще Неизвестно Лично мне Непонятно Почему именно Вторая часть Только вторая часть Не обзавелась Кооперативом Все остальные части Поддерживают Кооперативный режим На аренах Вроде как Даже вчетвером Можно сражаться Я уже плохо помню Давно мастерил О, нифига Какие люди Леша Саутин, привет Лукин, Твич По смайлику Сразу видно Кто где находится Чаще Здорово Лукин, Твич Привет Рад видеть Тебя И у себя На канале В том числе В общем Продолжаем Тему бомберменов С вором Проходили первую Третью часть В кооперативе Мне теперь Интересно Глянуть Что будет Четвертая Себя Представлять Ну до четвертой Конечно придется Еще определенный Путь сделать Сейчас я только На второй части И еще не факт Что она покорится Есть тут Трольские моменты Насколько помню Угадай по смайлику Где я чаще Нахожусь Но судя по этому Смайлику Я думаю Гаррет сможет Ответить на твой вопрос Оборотни Заходят Я не знаю Никита Если заходят Оборотни Это будет Еще Грустнее Вообще Неприятно Когда Очень неприятно Когда ты с человеком Долгое время Общаешься А потом Оказывается Что он Быдло Какое-то Не знаю Это самое неприятное Что может быть Когда ты человеку Доверяешь А он Вроде Ведет себя Нормально Общается Интересно А потом Каким-то Какая-то Метаморфоза Происходит И он Перестает Быть Как раньше Вот это Самое Неприятное Я чуть Не плачу В такие Моменты На самом деле Терять друзей Очень страшно А вот Зорк уже Зорк уже Свою Своё мнение Высказал Где этот Смайлик Применяется Вергюсон Привет Со старым Новым годом Всех В этот раз Поздравлю всех Празднуйте Не празднуйте Мне пофиг Сегодня Старый Новый год Хотите вы этого Или нет Светлый праздник Впереди Еще Крещение Будет Для Православных Один из Очень важных Праздников Я крещение Я что-то Побаиваюсь Недавно Серьезно Переболел И что-то Неохота Пока Нарываться Вит Вит Привет Здорово Ребятки Бомбер Бомбер Ладно, только начало игры буду прорываться Максон, привет Ну как с прошедшими? Сегодня еще старый новый год Так что, праздники еще есть в январе Если ты имеешь ввиду с прошедшим новым годом, тогда да Даблкил, отлично Возвращение блудного спонсора, спасибо неизвестный Спасибо, это получается первый донат в новом году Спасибо неизвестный, у тебя уже как минимум будет почетное звание в 22 году С возвращением и огромная благодарность тебе Жаль, что я не знаю твоей личности, может быть как-то собрались вместе, бухнули бы где-нибудь Я бы хоть и узнал, кто ты такой Ну ладно, пока интрига держится, можешь не раскрывать карты Что-то бомбы сразу на меня О, Трайпл Килл, отлично Так, вот здесь магниты опасные, надо как-то поаккуратнее Силич, привет, не сразу заметил Токсичный оффенсив, поздравление против моей воли Киберболинг в прямом эфире Зорг, я не настолько прошаренный, чтобы все эти понятия нормально знать Здорово, Максон, здорово Ты по-моему в новом году первый раз зашел С Новым годом и Рождеством, ну тогда с прошедшими, Максон, с прошедшими Желаю всем только честных и добрых людей Это утопия, Силич Пожелание приятное, но такое вряд ли будет когда-нибудь Слишком гнилое общество у нас, к сожалению Хотим мы этого или нет, но О, мне там бомба, кстати, помогает взрывать Ну ладно, она тоже лишняя Так, здесь пока ничего Кстати, что удобно написано во второй части Можно видеть радиус взрыва и количество бомб Это, по-моему, вообще первый раз, когда В бомберменах подобную информацию выводят на экран У меня, кстати, и скорость уже такая достаточно высокая Яблочко взял После этой фразы я и попал в подвал на годы Это невозможно, но мечтать не вредно Мечтать, да, мечтать не вредно Без мечты совсем скучно было бы жить, конечно Так, это седьмая бомба Да, радиус пламени уже достаточно большой Не знаю, есть ли смысл дальше прокачивать Скорее всего, я буду собирать апгрейды Даже против своей воли Что-то будет попадаться Так, детонатора пока нету Как-нибудь бы первый мир пережить И там вроде попроще должно стать Добавили какие-то рычаги Типа, какие-то кнопки надо активировать взрывами И пока все не активируем, ворота не откроются То есть, по сути, еще одно нововведение в этой части Мало того, что надо всех врагов убить Еще и какие-то Какие-то кнопки на полу активировать Когда там цепная реакция прошла Локации, кстати, красивые Фонтаны какие-то добавили Вопрос про детонатор Одно из самых популярных, что у меня происходит на стримах по бомбермену Возможно, я даже с Бэтменом не так часто буду про детонатор вспоминать Спасибо, враг Спасибо, что притянул меня Хорошее начало Так, что по пламени у меня? 7.7 по пламени А вот скорость вроде всю забрали Это вот минус игры Не полностью локации видно Саша Мальцев, привет С наступающим старым Новым Годом Как обещал, сегодня чуть попозже запустился Так, вот-вот опять идет гад Караулит, сволочь Вот выманивает в узкий коридор Смотрите, что творит Ладно, я его выманил, отлично Там еще один гуляет О, надо же, поймал Отлично Это первая сложненькая локация Уже пошли враги, которым несколько выстрелов надо сделать Так, одну скорость вернул, отлично Тем временем уже две жизни осталось Как я говорил, бомберменов редко кто играет на стримах Или может быть у меня просто Или может у меня не получалось так попадать К ребятам, которые бомберменов проходят Так, ну что-то нифига не оставляют Пока нифига нету Вот видите, ворота закрыты Потому что еще одна кнопка осталась Враг с острова Пасхи, да, кстати, похож Пора переименовывать канал бомбермен стрим Бомбермен очень обширная франшиза Мне эта франшиза нравится Я часто буду в нее играть Здорово, Серж, со Старым Новым Годом Первый Басинский, кстати Он себя ранил Еще ранил Ладно, как-то проскочил Замечательно Дайте детонатор Детонатор не дали Придется с первым боссом так выпендриваться Мне в субботу на работу Могу отмечать спокойно Старый Новый Год Мне уже завтра на смену Я поэтому что сегодня не торопился Так, ну боссы без детонаторов Это грусть, конечно Серега, привет О, первое попадание Ладно, босс вроде вниз не опускается Можно с ним повыпендриваться Он немножко потемнел, кстати Есть Еще попадание Боссы руки загребущие Еще попадание Он уже дымится, кстати Черно-белый какой-то стал Хорошо, хоть перчатка бомбы не разбивает Ну давай уже взрывайся Еще жив Есть, готов Мне нравится, Максон всегда так тоже Рад видеть вора Старая дружба, да, ребят? Так, две жизни Первый инопланетянин Первый инопланетянин готов Но чем дальше, тем веселее, как обычно 2-1 За локация чем опасна? Здесь огни постоянно зарастают Можно себя запереть в ловушку Так, эта бомба мне не нужна Сейчас повезло Что они там ходят где-то? Как тяжело здесь врагов без детонатора убивать Это просто нечто Ладно, первый готов Время вроде нормально Дают на уровне Кстати, если ворота здесь взрывать Тоже ничего хорошего не будет Они там трутся возле ворот Это мало приятного Давай, иди сюда Во Гаррет, здорово Туда поставим В некоторых дырках огонь сразу появляется А в некоторых попозже Сейчас не успел проскочить Так, как бы тебя выманить? Все-таки взял эту бомбу Саша, привет Давненько не виделись Привет, Саш Да блин, ну опять я возле ворот ставлю Ну, локация специально сделана Чтоб возле ворот бомбу ставить Задолбали Ходят там, троллят меня Может, я не зря эту бомбу взял Хоть все огни будет прошибать Так, две минуты осталось Какая игра без детонатора? Тролльская просто Наконец-то Григорян, привет Сегодня, как ни странно Твой брат чуть пораньше зашел О, Гаррет прислушался ко мне Стал немножко по-другому здороваться Приятно, когда тебя слышат Да, возможно, здесь Прошивающая бомба Даже, можно сказать, полезный апгрейд Так, вот там кнопку надо взрывать Даня там говорит, что никто не пишет и не смотрит Ну, у него там такая игра, что Если честно, не особо смотрибельная Я заходил, Серж Я заходил к Дане и видел то, что он играет Реквест, конечно, такой странный Так, здесь кнопки активировал Три минуты Ну, все Сейчас спасло, что я сердечко подбирал О, наконец-то детонатор Ну, теперь аккуратнее Еще возле печки нельзя ставить У Дани какая-то там игра на MC-DOS Она еще и затянута до невозможности Я заходил, Серж, видел Я захостил канал перед тем, как стрим запускать Серж, ну, ретро-стримеры Это нишевая категория на самом деле Я бы не сказал, что у меня тоже прям Вагон зрителей Которыми можно разбрасываться Так, тут ничего нету? Нет вроде ничего Да блин, ну как эти огни троллят? Они прям сразу зарастают О, сердечко, отлично Ретро мало кому интересно Кроме киномана, Кулхарда и Бена Особо-то и зрителей ни у кого нет Так что то, что у Дани никто не пишет Это ничего удивительного Я заходил к разным, к разным ретро-стримерам И там в основном чат достаточно мертвый Кто-то просто смотрит Кто-то монеты фармит Это обычное явление, с этим ничего не сделаешь Отлично У Фрозы, у Брикмана еще более-менее зрителей В категории ретро Остальные все, даже включая меня Просто днище какое-то Потому что такая категория Ничего не поделаешь Надо быть Очень харизматичным человеком Чтобы тебя много людей смотрел В категории ретро Так, тут ничего нету Главное ворота не взорвать Главное ворота не взорвать И сейчас чуть не поставил возле ворот Так, как здесь то лучше сделать А, там пока заблокировано Еще и где-то кнопки надо активировать Ну вот Саша правильно пишет, кстати Саша абсолютно правильно пишет Так, здесь можно, в принципе, суетнуться Вот так поставлю И вот так можно Страшная локация Главное не торопиться здесь А, ну все, мне вот здесь осталось Я к тому, что вы вроде с одной тусовки Зрители только у одного Что ты задрал этот огонь? Как понять с одной ретро-тусовки, Серж? Зритель волен находиться там, где ему комфортно Если ему не нравится игра или стример Он не будет там сидеть Это же очевидно Какая разница с какой-то категорией? Если бы так легко все было У всех ретро-стримеров было бы там, не знаю По 80 зрителей У нас в мире не все так просто Есть, готово Страшно идти сюда Блин, я прям возле ворот ставлю Отлично С ДФ вышли, Серж Кулук никогда не был на ДФе Он стал более-менее Относиться к ДФу Когда за топ сложных игр взялся Кулук больше с УГЦ Ассоциируется, чем с ДФом на самом деле Я вообще последний стример Кто официально в ДФ вступил Так что меня тоже особо даже ДФовцем сложно назвать Я не был при тех временах Когда зарождалось сообщество Когда движухи все были Там, босс раш и вот это все Турниры какие-то Серж, ты очень многого не знаешь на самом деле Очень многого Поэтому и смотрят одно и то же Потому что люди идут на харизматичного А не на игры В основном так, на мой взгляд Да, Саша, в основном так Скорее всего Задрал этот огонь Вообще отвратительная локация просто Тут еще возле печки нельзя ставить Иначе сразу Воспламеняться начнет Давайте, враги, идите сюда Отлично, готов Обидно за парня Мы живем в жестоком мире Ничего с этим не сделаешь Мне вот тоже обидно, Серж Мне тоже обидно, что Людям-то по сути ретро не интересно Мало кто интересуется про игры Мало кто что-то спрашивает Кому действительно интересно что-то узнать Я прошел огромное количество игр Думаешь Думаешь, у меня кто-то интересовался там Какими-то тактиками на боссов там Ну, бывает, конечно, ситуации Когда люди интересуются Но крайне редко Прям Прям очень редко Обычно у меня на стримах сидим, общаемся А то, что я играю Нафиг никому не интересно Большинство зрителей Уже завтра забудет Что я играл На какой консоли Что проходил Что не проходил Так, тут ничего нету Тоже ничего А что-то ворота закрыты почему-то Я же вроде все взорвал Ммм Печаль, беда Сюда прорываться надо О, мороженка Нифига себе Хочу, чтобы ты каждый день Стримил батл тоц Леш, даже в этом случае Не всегда помогает Так, ну придется прорываться Через огонь Здесь уровень так устроен Что мне в любом случае Печку придется активировать Да, опасная локация Мы живем не в жестоком А в прекрасном мире Мы живем в удивительном мире Леш, на самом деле Живем в удивительном мире Но Несправедливости Я считаю все-таки больше Чем Приятных моментов Душная локация была Так, второй бассейнский Тем временем Да как ты в меня успел Просто бомбу кинуть Сволочь Опять сердечко забрали Я, например, геймер Вообще другой тематики Захожу к ретро-стримерам Поддержать лайком Просмотром У меня когда есть возможность Я захожу к ребятам Я уже об этом говорил Но в целом Тема ретро Очень мало Интересна Перчатка у меня Вроде была Ну ладно Опять одно сердечко Взял Надо как-то уже Выкручиваться Надо выкручиваться Поаккуратнее с ними драться Как он так успел Бомбу закинуть О, вообще заспидранил Просто босса У меня что-то скорость Какая-то дикая Опасно на самом деле Так передвигаться Ладно Второй босс готов У меня одно касание В запасе Сердечко позволяет Пережить Одно касание До смерти И чем мне нравится Вторая часть Когда собираешь Сердечки Они суммируются То есть к концу игры Если аккуратно проходить Можно вообще Бессмертным Грубо говоря Стать Да нифига себе Неинтересно Я бы не говорил Судя по некоторым каналам Ну по некоторым Серж По некоторым Каналам Так А что мне Как мне здесь То лучше сделать У меня даже Толкания бомбы Нету Кошмар какой-то Враги Какие-то Неуязвимые Пошли Так А здесь Как лучше Ну придется Все-таки Ворота взорвать А Мне надо Туда попасть Понятно Вот как они Убиваются Теперь понятно Появились враги Которые только Кнопкой убиваются Кошмар Мир прекрасен Несправедливость Это лишь Убеждение Как оправдание Чтобы людям Было удобнее Относиться Леш Я не хочу Сегодня философствовать Если честно Мне интересна Твоя точка зрения Я хочу Сегодня Просто Попроходить Игры Сегодня Типа Праздник Так Враг Иди отсюда Враг Уйди отсюда Пожалуйста Так А мне в любом случае В пушку И в пушку Надо залазить Угу А Кнопки нету Ну ладно Так Так же И про новые игры Есть каналы Популярные Есть нет Но тоже И ретро Я не знаю Как эти алгоритмы Работают Честно скажу Я Не представляю Себе Как это все Работает Почему На некоторых Каналах Вроде бы Сидит Бездарность Какая-то Ничего не умеет У него Сотни зрителей Куча донатов Да Там Поддержка Неимоверная Кто-то Старается И у него По сути Никого нету Я не знаю Как это все Работает И вряд ли Когда-нибудь Пойму Он еще и Стреляет Зорк Если что Я прочитал Тебе Если что Я прочитал Твои сообщения Опять Это бомба Страшная Но ее Если взять По-моему Детонатор Пропадает Поэтому Нафиг Надо Да Да Сколько Там Танков Держи Надо проверить Может Что-нибудь Осталось Не Нифига Нету А Уже Выход Открылся Они Значит Все Здесь Были О Сердечко Это Второе Касание Будет Второе Касание Это Хорошо Есть Унылые Стримеры Которые Сидят Они На камеру Себя Не выводят За кадром Редко Говорят У них Просто Игра Выведена На весь Экран Просто Игра Выведена Ну Бывает Что-нибудь Ляпнут Там Их Не видно Считай Почти Не слышно 300 Зрителей Там Не знаю И куча Куча Всего Я Я Не понимаю Как это Все Работает Не Унывай Да Я То Спокоен Че Меня Если Вообще Даже Никто Смотреть Не Будет Я Продолжу Свой Челлендж Такой Человек По Характеру Если Взялся То Скорее Всего Не Брошу Пингвины Забавные Здоров Мега Турикан Просто Если В чате Задевают Какую То Тему Я Ж Не Могу Молчать Я Тоже Буду Буду Свои Какими То Своими Мыслями Делиться Как Они Здесь По Обратному Принципу Работают Со Всеми Праздниками Со Всеми Праздниками Мега Турикан Здорово Здорово Мега Турикан Я Не Унываю Саш Я Уже Смирился Со Всеми Обстоятельствами Я Не В том Возрасте Чтобы Опускать Руки Да Вот Это Все Пружина Опасная Что Я Скорость Взял Вообще Страшно Хотел Домой Скоро Зайду Давай Зорк Удачно Добраться Это Короткий Уровень Маленький Это Харизма Бывает Как Положительно Направленная Так И Отрицательная В основном Людям К сожалению Заходят Отрицательная Яблочко Отлично Яблоко Только Очки Вроде Дают Детонатор Замечательно Хоть у меня И есть Но Всегда Приятно Находить Такие Вещи Ничего Нету Больше Сказать Надо Кривляться На Камеру Я Не знаю Серж Я Уже Ничего Не Хочу Сказать Кто-то И на Камеру Кривляется И тоже Получает Свои Какие-то Там Привилегии За Это Серега Здорово Здорово Серег Куда 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 Лучше Приплыть Здесь Наверное Яду Сына Помою Спать Уложу Давай Сидич Некоторые Некоторые Посмотрят Посты 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 Выманивать Зрители Заказывать Рекламу Я Не буду Этим Заниматься Реклама Тоже Это Палка О двух Концах Можно Привлечь Хорошую Аудиторию А может Какой-нибудь Быдло Заагрится И будет С тобой Сидеть Ты еще И за голову Схватишься Что на Стримах Происходит Так Вот это Сложненький Уровень Насколько Помню Надо Аккуратно Здесь Заставляют По Пружинам Прыгать Еще И враг Невидимый На меня Прям Валил У меня Есть Определенный Круг Друзей Я Рад Ему Они Ничего От меня Не требуют Как правило Так А сквозь Стены Я могу Проходить Значит Можно Прыгнуть Вот здесь Надо Аккуратно Разгребать Вообще Игра Графонистая Красочная Но На PC Engine Мне все-таки Бомбермены Побольше Нравится Чем На Снессе Хоть И Здесь Больше Частей Вышло Да Блин Опять Воротов Взорвал Опять Воротов Взорвал О Жизнь Побежала Я тут Приобрел Со скидкой Новый Бомбермен Че Мегатурикан Играл Уже Фига себе Кинул Здесь Вроде Ничего Полезного Нет Ворота Закрыты Значит Враг Где-то Остался Ну Блин Угораздило Эти Ворота Взорвать Спасибо Серег Спасибо С праздниками Саша Спасибо Что зашел Кстати Правда Давно Тебя не видел Спасибо Что Поинтересовался Вконтакте Когда На шахте Стали Происходить Вот эти События Страшные Тоже Приятно Было Когда Люди Волнуются Все Неприятный Уровень Пройден Отлично Это Я просто Заданю Да Мне тоже Нравится Стримы Кулука Серж Я тебе Просто Говорю К тому Что Не удивляйся Что у кого-то Мало Зрителей Это Обычное Явление К сожалению Ай Ну что Ты По-моему Еще раз Меня Взорвало По-моему Еще раз Меня Жахнуло Дайте Сердечко Спасибо Сердечко Вроде На всех Аренах С боссами Есть Мы Мы Все Други Ну Да А С тобой Селич Еще И Земляки Да Играл Мне Не Очень Понравилось Карты Маленькие По Физике Норм Пока Не Стал Проходить Забросил Ну Мне Мега Турикан Еще Помимо Нового Бомбермена Еще Есть Как Разбираться На PC Engine Есть Несколько Частей Не пройденных На Супер Фамике Несколько Новых Частей Предстоит Осваивать Ну Четвертую Пятую То что Я никогда Не играл Рокретрос Здорово Приветствую Удачной Игры Побольше Добрых Зрителей Спасибо Рокретрос Спасибо Ты Один Из них В принципе Если Если Можно Так Сказать Если Не будешь Смущаться Там Все Дела Пишешь Редко Но Метко Так Я Тем Временем До Четвертой Базы Добрался Ворота Взорвал Замечаю Еще Раз Ворота Взорвем Конечно Че бы Нет Здесь Враги Как-то По-хитрому Сделаны Они Появляются Из Стен А Стены В любом Случа Придется Ломать Потому Что Ворота Закрыты Не пустят Пока Всех Не Убью Да Блин Задел Себя Ну Что Я Так Тороплюсь Минус Сердечко Это Все Может Ближе Концу Игры Сказаться Надо Поаккуратнее Как-то Действовать По-моему У меня Только Один Удар В Запасе Праздники Праздники Заканчиваются Саш Уже В январе Немножко Осталось Так Вот эти Ребята Вроде бы Сталкивают С ними Тоже Опасно Иметь Дело Столкнут И даже Пофиг Будет Сколько У тебя Там Здоровья Так Ну дайте Что-нибудь Посерьезней Какой-нибудь Бонус Ладно Пока Ничего Интересного Нету Да Не вопрос Я как В новостях Услышал О этой Трагедии Сразу Про тебя Вспомни У меня Многие Ребята Забывают Где я Работаю Хотя Частенько Об этом Говорю Спасибо Саш Правда Приятно Было Почитать События Да Страшные Но Произошло Рядом С нами Не Прям У нас У меня За 10 Лет Работы Вроде Совсем Уж Что-то Такого Дикого Ужасного Не Происходило Блин Скорость У Бомбермена Конечно Вообще Лютая Надо было Коньков Поменьше Собирать Сейчас бы Еще Сердечек Найти Несколько Штук Чтобы Поспокойнее Себя Чувствовать Хотя Б еще 2-3 Сердечка Надо Сегодня Неожиданно Твич Молчит Я В начале Стрима Напал Со Своими Претензиями Со Своими Жалобами Вич От Удивления Аж Ничего Не Пишет Редкое Явление Когда На Ютубе Сообщений Больше Отображается Чем На Твиче Так В яму Нельзя Упасть Это Хорошо С Моста Тоже Никак Не Навернуться Здесь Грамотно Открыть Вроде Все Все Загорелись Так Тут Ничего Нету Чем Были Жалобы Да Че То Нахлынуло Гаррет Че Нахлынуло То Что Ретро Мало Кому Интересно Никто Не Смотрит По Сути Очень Мало Стримеров У Которых Держится Высокий Онлайн Буквально По пальцам Руки Можно Перечислить Спидраннеров Я думаю Не будем Относить Это Все Так Немножко Другая Тема Спидраннеры Могут Не только Ретро Заниматься Но и Какие-то Другие Там Современные Игры Стримить Спидраннеры Все Так Наверное Как Отдельная Категория Так Сердечко Отлично Самый Самый Лучший Бонус Который Можно Найти Здесь Я просто Не знаю Ты тоже На глубине Прям работаешь С остальными Электрик Вроде Ну да Так у нас Аппаратура По всей Шахте Расположена Приходится В самые Глубины Залазить У меня Еще Участок Вентиляции Это О еще Сердечко Замечательное Ну вроде Как Живем Типа Да блин Ну зачем Зачем Опять Ворота Взорвал Ну как Они Задолбали Возле Ворот Появляться Так ладно Можно Вот так Сделать Еще Кто-то Есть А Вот Все Классная Способность То что Когда Перчатку Подбираешь Она Здесь Гораздо Выгоднее Чем В первой Части Чтобы Не Возвращаться В самое Начало Уровня Просто Бомбу Кинул Туда Взорвал Врагов У меня Опасная Профессия Серж Не буду Говорить Что Одна Из самых Опасных Но Напрягов Хватает Каждую Смену Так Я там Ничего Не взорвал Личного Вообще По сути В этой игре Даже Жизни Не так Важны Как Сердечки Убирая Сердечки Можно А Вот здесь Я наверное Не буду Лазить У меня же Есть Перчатка Вот так Отлично А вот сюда Сходить Надо Будет Уровней 5 5 Миров Саша Вторая Часть Не сильно Длинная У нее Возможно Да Уровни Такие Длинноватые Вторая Часть Еще Отличается Тем Что Здесь Некоторые Уровни О еще Жизнь Отлично Здесь Некоторые Уровни Не помещаются На один Экран Приходится Бегать Вверх Вниз Там Допустим Это Тоже Стало Относительно Нововведением Возможно По этой Причине Кооператив Не стали Делать Потому Что Как-то Пришлось Бы Либо Разделять Двух Игроков Делать Разные Экраны Либо Делать Так Чтобы Игроки Не могли Один Экран Покинуть Короче Дополнительные Заморочки И поэтому Разрабы Походу Решили Что Лучше Без Кооператива Обойдемся Перчаткой Пожалуйста Безнаказанно Убил их Странно Кстати Что Одинаковое Количество Очков Дали Обычно Когда Убиваешь Несколько Мобов В Бомбермене Очки Растут С Прогрессией Здесь Почему-то Одинаково Дали Тоже Видать Не стали Заморачиваться Так Здесь Опять Куча Всяких Блоков Еще Детонатор Вообще На Снессе Первые Две Части Они Не сильно Длинные Если Более Менее Умеешь Играть То Проблем Не будет Третья Часть Уже Уже Можно Сказать Да Такая Затяжная Надо же Враг В последнем Блоке Вылез Там Внизу Какие-то Платформы Типа Тоже Едут О Еще Жизнь Побежала Еще Жизнь Седьмая Жизнь Уже Ну Лучше Бо Здесь Три Сердечка Было Как я Уже Говорил Блин Ну Скорость У него Вообще Просто С такой Скоростью Только Спидранить Мега Мега Уже 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 окажется рядом, и всё, и хана. Минус один, минус второй. Сегодня плохое настроение, у меня хорошее настроение. Я сосредоточен на игре, всё как обычно. Не знаю, Серж, вроде... вроде как обычно. Такой же, как вчера был примерно. От темы разговора... О, ещё сердце, отлично. От темы разговора многое зависит. Стрим только начался, я пока сосредоточен. Четвёртый босс на подходе, надо с ним разбираться. Что-то не так? Не знаю. Босс-дурачок сам себя запирал бомбами. Где-то должно быть сердце. Вот оно, отлично. Хоть в комнату с боссом ставят апгрейды. Совсем грустно было бы. Вообще, такое чувство, что... вражеские... вражеские боссы не могут апгрейды подбирать. Они чисто сосредоточены на нашем убийстве. Так, сделали прототип меня, походу. Ну вот, тоже страшный босс, без детонатора. Он ещё и, наверное, ускоряется со временем. Ух ты, как увернулся. Тетрис Ван, привет. Здорово. Сегодня продолжаю тему бомберменов на Снессе. Буквально то, на чём вчера закончили стрим, сегодня продолжаю. Такие игры на очереди. Ну, Саш, игры я никогда не раскрывал. Кто заходил в группу ВКонтакте, может примерно предположить, то, что сегодня ещё будет. Вообще, план нормальный такой, на самом деле. Ну, следующие, скорее всего, черепахи, третий будут. А третью игру хочу на Game Boy Advance и в тему праздника что-то сыграть. Так, последний мир тем временем. Частично тут. Все лично не дают стрим смотреть. Да, что-то за черепах взялся в последнее время. Локация, которую осветить можно. Да что, ну как это так работает, господи! Опять минус сердечко, просто на ровном месте. Непонятные вот эти манипуляции происходят. Так, ну у меня где-то 2-3 хп осталось. Последний мир, он трудный самый. Здесь вроде ничего нету. Короче, больше слушаю. Хотел спросить. Ну, одна игра точно не секрет. Я последние стримы как минимум по одной части черепах проходил. Сегодня решил с третьей частью разобраться. Джеймс, привет! Спасибо за рейд, Джеймс. У меня, как обычно, ничего не настроено, но я в рутоне вижу сообщения. Здорово, Джеймс, привет! Я так понимаю, ты реквесты играл, проходил? Рыбаков против терминатора у тебя заходил, видел. О, бежит, бежит. Я пока решил с бомберменами на Снессе поразбираться. Вторая часть, единственная, которая в коопе не играется. Вот сейчас перчатка тоже выручила. Да, еще немного поробокоплю. Так ты его спидранишь или как? Или просто играешь? Или это реквест чей-то был? У тебя вроде уже не один стрим он идет. Прям перед носом кинул, отлично. Вот опять, опять бомба на меня вылетела. Как она так через локацию пролетает? Анти-киллер, здорово. Всех с праздниками, кто воспринимает хоть как-нибудь старый Новый Год. Спасибо, Джеймс, еще раз за рейд. Я, по сути, только начал, еще кое-что в планах есть. Блин, там сердечко, надо забирать как-то. Отлично, сердечко забрал. Что так игра троллит постоянно? Мочалка какая-то еще бегает. На. Отлично. А здесь чем? Ни фига нету. Уже три мировых рекорда. Просто улучшить еще хочу. Фига себе. Три мировых рекорда в игре поставил. Ее что, мало ранят или какие-то стратки новые нашлись? Фига себе, Джеймс. Вот это ты в ударе. Три раза поставил мировой рекорд и есть еще места, где можно выиграть. Ну, удачи тогда тебе. Нейл Армстронг, привет. Мое уважение, да, или как там этот смайлик? Мое почтение. А, в трех категориях. И мало кто ранит, понял. Так, вот здесь, по-моему... Ой. По-моему, уровни омерзительные начинаются. Так, вот там ворота, скорее всего. Угу. Я пока ни одного рыбокопа еще не проходил. Пока ни одного рыбокопа не добирался. Даже вот эти классические на NES три части даже их пока не играл еще. Чуть страшный апгрейд не подобрал. А, свет, кстати, здесь можно обратно выключать. Если опять бомбу поставить. Ну, со светом, конечно, поприятнее играть. Отлично. Так, вот эти светильники еще тоже такие отвратительные. Отлично. 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 Ой, отлично. Вообще классно. Ну, вот что перчатка позволяет делать. Так, ну, прохождение сквозь стену у меня есть. Ладно, лишним не будет. Один светильник осталось. Стримеры, на которых подписан одну игру стримит. Одну игру стримит. Интересно. Я из друзей, кого смотрю, разные играют обычно. Невидимые бомбы надо прям вообще аккуратно. Все? А, вот там выключен еще. Все, все лампочки на полу активировал. Ворота открылись. Напряженные моменты. Спонсорские, понял. Ой, чуть ли на мину не наступил. Вот что, плохо она появляется, только уже, когда близко к ней становишься. Здесь почистил. Еще две мины. Да блин, ну опять ворота, опять ворота. Фига, там враг как уклонялся. Я спидранами не занимался никогда и вряд ли когда-то начну. Слишком много времени надо на одну игру. Вот у тебя, Джеймс, сколько уже... Если ты здесь, конечно, еще. Сколько у тебя уже в робокопе наиграно? Сколько траев сделал? Пока в разных категориях VR ставил. Я, бывает, захожу к спидранерам, смотрю, как играют, но... Самому что-то браться не очень охота, если честно. Так, еще две мины. Еще две подлые мины. Да опять ворота, да господи, ну что такое? Как они неприметно выглядят. Задолбали эти мины так, четыре с половиной минуты. Никита, привет. Смотрел фильм Старый Новый Год Евстигнеев? У меня бабушка любила этот фильм смотреть. Я по советским фильмам в последнее время что-то не особо. Опять сейчас поворотом ударил, просто повезло, что врагов не было. Не, Никита, Старый Новый Год я... Если и смотрел, то уже забыл этот фильм. Чародеи у меня родители любили смотреть. Тоже сказка советская. Владегор, привет. Со Старым Новым Годом. Дед с фамилией Евстигнеев был. Не знаю, можно ли сказать, что повезло или просто как-то похвалить. Так, Серж смотрел. Я вообще что-то на новогодние праздники мало что смотрел на самом деле. Да что-то прямо перед носом ставит. Еще одна жизнь, отлично. Ничего не надо, потому что это уже в прошлом. Как скажешь, Нейл. Как скажешь. Да блин, взорвался! Ну как они задолбали эти мины? Так, а здесь как лучше сделать? Вообще страшно хоть один шаг сделать в этой игре. Опять поставили. Чародеи ништяк. Вообще, советский кинематограф это отдельная история. Ой, не туда закинул. Ладно, может там почистит. Хоть время не в обрез сдают, хоть со временем нормально. Так, почистим. Все, этот блок можно двигать полностью. Вон с Куравлевым беда. Жаль, конечно, но что поделать. Он в реанимацию попал, да? Насколько я понял. Смотри, холодное лето 53-го и последнее лето детства. Холодное лето 53-го это вроде военный фильм. Мне военные фильмы не особо нравятся там. Такая атмосфера в них тяжелая. Я еще за людей переживать начинаю от того времени. Тем более у нас-то в фильмах по-честному все показывают. Ну, по крайней мере, в старых. Ах ты, гад-бомбоед. Ты что тут суетишься? Последнюю локацию, правда, как на минном поле приходится проходить, потому что постоянно вот эти мины надо чистить. Люблю советское кино. Я когда-то увлекался, когда-то смотрел. Сейчас в последнее время вообще, в принципе, редко что смотрю. Неприличный вопрос. Занок проходил, а то с удовольствием посмотрел прохождение любимой игры в твоем исполнении. Очень редкий комментарий, Владигор. Очень редкий комментарий, когда зритель интересуется чем-то в моем исполнении. Занок нет, не проходил пока. Вообще на Занок уже есть два реквеста, ну в смысле от двух разных людей. И получается третий, кто спросил. Сейчас закончатся праздники. Закончатся праздники, я пока больше на свое усмотрение играю. Проводим старый Новый год, отметим. И постепенно начну возвращаться к трудовым стримам, проходить какие-то сложные игры. Так, здесь почистил. Хотя понятие сложное, это относительное на самом деле. Да, что-то Занок и много кто интересуется. Вообще мне хотелось бы больше Power Horizon попроходить. Так, ну что-то вообще кругом одни мины. Почистил маленько. Они хоть не восполняются обратно, не восстанавливаются. Так, вот здесь надо по-хитрому как-то. Действие фильма происходит в Москве в двадцать седьмом году, во времена НЭПа. Нэйл, для меня такие фильмы слишком тяжелые. Я недавно посмотрел Летчик, ну, относительно недавно. Смотрел фильм Летчик про советского летчика, который в тайге потерпел крушение. Какое-то время там выживал. Мне тяжело такие фильмы смотреть, я честно скажу. Я человек впечатлительный, и мне такие фильмы тяжело даются. Давай, давай, иди сюда. Плыви сюда. Тяжелый враг. Легко смотрится? Ну, не знаю, не знаю. У меня, кстати, Нэйл на фильмы тоже много реквестов. Я все никак не могу добраться до просмотров. Не могу определиться, смотреть на стримах или все-таки оффлайн. Наверное, ради эксперимента запущу один фильм вместе со зрителями. Если какого-то успеха не будет или заинтересованности, тогда перестану этим заниматься. Так, вот здесь аккуратно надо. Сэйн, здорово. С тобой вроде не виделись сегодня. Люблю советские фильмы больше, где действия происходят в 60-е и 80-е. Там хотя бы уже комедии стали снимать. Там хотя бы уже и комедии стали появляться. Ну, я в основном из советских фильмов больше по классике, конечно. Так, ну что? Ворота открылись. Только надо как-то туда пробраться сейчас. Отлично. Бендер, здорово. Ты о фильме повесть о настоящем человеке? Нет, Бендер. Мы упомянули другой немножко фильм. Холодное лето 53-го называется. Нейл посоветовал посмотреть. Ну, я честно скажу, Нейл, у меня... О, сердечко отлично. У меня столько планов, что каждый раз голова пухнет. Не знаю, за что хвататься. Полчасика сижу. Да ничего страшного, Сэйнт. Все прекрасно понимаю. Ой-ой-ой, опять, опять чуть меня не подловил. Странно, ему всего два выстрела понадобилось. Наверное, из-за того, что из-за того, что он как-то своими бомбами себя взорвал, что ли. Уж они усиленно действуют. Так, ну, сердечек вроде набрал. Сердечек вроде нормально набрал. Концовка фильма с шикарным саундтреком пробивает на слезу. Нейл, я, кажется, понимаю, про какой саундтрек ты говоришь. Так, вот это плохо. Неубиваемые черепа вылазили. Одну руку отбил. Вот где длина пламени зарешала. А, промазал! Да что ты! Ну, конечно! Конечно, зажали! Конечно! Конечно, зажали! Что-то черепов маловато. Надо было пять черепов выпустить. Да, босс, конечно, та еще, скотина. Да откидывайся уже, босс! Наконец-то, блин! Да, черепа опасная, так, еще и по три выпускает. Последнее лето детства 1974 года. Последнее лето детства. Так. Главный захватчик хотел подружиться с бомберменом, но не тут-то было. Вот он, настоящий финальный босс. Не туда. Есть, первое попадание. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. так ну чё это вроде бы все последняя локация начинает крушится кушиться или как правильно бомбермен что-то засуетился забегал со старым новым всех с праздником джаст робот с праздником вроде как со второй частью разобрался у мод 7 завезли меня на слезу пробило сначала в короле льве а потом во властелине колец король лев что-то такое вспоминаю первую часть смотрел полнометражного мультфильма тоже тоже что-то плакал в каком-то месте вообще мультфильм серьезный такой на самом деле так чуть больше часа понадобилось но все таки и вторая часть на снесе супер фамики тотальный разбор замечательно сейчас как обычно вернусь в чат пока не забыл меняю счетчик игр со второй частью тоже разобрались отлично на ю тубе много каналов официальных с ретро фильмами кстати да например мосфильм у него даже тоже есть свой аккаунт на ю тубе можно зайти на мосфильм спокойно посмотреть какие-то старые фильмы из архива их то что они снимали сейчас возможности огромное количество было бы время желания начала пятидесятых или про войну только известные знаю редкие мало смотрю я вообще в целом мало фильмы смотрю чё владегор тоже хочешь увидеть за ног капец уже три человека по сути на заказ этой игры меня за нога не было в детстве я не проходил его но что-то такое наслышан что популярный шмап вроде даже какие-то легенды про него ходят когда шрам убивает мафасу да это серьезная сцена была сейчас напомнил антикиллер вспомнил возрастом стал сентиментальный в детстве подростком в основном болт клал час расторгать растрогать дофига чего может но я так понимаю зорк ори например да в одном из первых рядах то что может растрогать так все это по моим финальная заставка и финальная заставка никак ее не скипнуть до конец